11 часов и 6 минут в Кирове. Добрый день, это программа «Мужской понедельник». С вами Николай Голиков и Владимир Сметанин. Здравствуйте, сегодня 17 сентября. По традиции в начале нашей передачи анонсируем то, о чем будем говорить сегодня. Ну, сразу забегаю вперед. 13.05. Традиционное время начала программы «Особое мнение». Сегодня будет в гостях у нас Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. После 12.30 вы сможете услышать программу «Говорит Киров». Там Дмитрий Печенкин, замначальника департамента городского хозяйства администрации Кирова, расскажет о осенних субботниках. Вот как раз они стартовали в субботу, 15 сентября. А во втором часе нашего мужского понедельника в студию придет прекрасная женщина Светлана Шумайлова, директор Детского космического центра. И будем говорить о том, как Детский космический центр собирается развивать космический туризм, однако же. В кислородном маске. Ну, а теперь у нас сугубо мужская компания и мужской понедельник. Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Михаил, добрый день. Добрый день. Собственно, один из консультантов офиса Евгений Дрогов. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы привыкли к тому, что вы на месте не сидите, все время перемещаетесь по стране, за пределы страны. И вот поймали вас, посчастливилось нам поймать вас именно сегодня, именно в этот день. И поговорить об итогах Московского финансового форума, который прошел 6 и 7 сентября, соответственно, в столице, в Манеже. Вы там были активно, постили у себя в соцсетях темы, фотографии и так далее. Вот тему мы обозначили как МФФ, МФФ, 2018, глазами кировских специалистов по инициативному бюджетированию. Ну, на самом деле, мы, наверное... Проводилась международная конференция, посвященная участию граждан, как развитие и международный российский опыт инициативного бюджетирования рассматривался очень широко. Приехали все практически мировые светила в области инициативного бюджетирования или, как на Западе называется, партисипаторного бюджетирования. Ну и, в принципе, конечно, мы с Евгением Михайловичем принимали достаточно активное участие, особенно во время перерывов. Общались с нашими коллегами. Во время кофебрейка. Да, во время кофебрейка. Ну, известно же, основное общение проходит где? В кулуарах, естественно. Ну, и на самом деле, действительно, там порядка, наверное, 70% было не просто наших знакомых, а тех людей, с которыми мы работаем, встречаемся, пересекаемся на других площадках, ездим в Красноярск, в Янау. И, соответственно, разговор был достаточно живой, и было очень интересно все, что связано с трендами. Эту площадку можно назвать крупнейшей в стране как раз по количеству, по качеству участников, как раз-таки по инициативному бюджетированию? Вообще, такая конференция в рамках Московского финансового форума проходила впервые. Вот надо это подчеркнуть. Третий раз проходил этот форум? Третий раз форум. А вот эта конференция впервые? Да, первый раз конференции, конечно, как Михаил сказал, мы там не могли не быть. И по представительству в лице министров финансов нескольких регионов, в лице ведущих специалистов в этой области и за рубежа, можно, конечно, сказать, что на данный момент это крупнейшая была площадка. Ну, можно, наверное, еще вспомнить форум БРИКС в Уфе в прошлом. Ну, я хотел как раз про него сказать. Да, что, ну, это Михаил, наверное, расскажет, он в нем участие принимал в прошлом году. Вот, то есть, надо говорить, наверное, о том, что в России на сегодня регулярно проходят значимые такие события с участием мировых экспертов, представительства разных стран на эту тему. То есть, Россия вступила в семью стран, где подобные практики активно реализуются. Ну, я хочу устранить, наверное, действительно. Ну, а наш регион, что приятно, он... Он еще лидером является в этой области каком-то. В перерезии, собственно, да, в сравнении с другими субъектами страны. Ну, по крайней мере, был презентован доклад Министерства финансов по итогам прошлого года. Лучшая практика инициативного бюджетирования. Силуанов сам презентовал? А? Силуанов сам презентовал? Нет, был заместитель Лавров Андрей Михайлович, Алексей Михайлович. Вот, и, соответственно, там было, по сути, описаны 8 практик значимых, да, и Кировская область находится на достаточно, ну, большое существенное место там занимает. Часто упоминалось? Она упоминается, ну, как всегда, неоднократно, но, скажем, там было как раз 8 практик описано. То, что чем они отличаются, чем они хороши, потому что каждая практика очень индивидуальная, что ли, да, у нас очень большое разнообразие в инициативном бюджетировании. И вот про Кировскую область было сказано очень много хороших слов, и они были связаны не только с масштабом, к чему привыкли, скажем так, да, то, что самое масштабное, наиболее большее количество там средств потрачено, вот, ну, количество проектов реализовано очень большое, длительная практика, уже 9 лет, вот, но было сказано о самих таких качественных подходах. То есть говорилось о том, что Кировская область разработала и применяет наиболее широкий спектр критериев для оценки проектов инициативного бюджетирования, что очень существенно повышает качество оценки тех инициатив, которые представлены на конкурс. И такой диапазон, который у нас применяется, он действительно не применяется больше ни в одном субъекте, я думаю, даже в мире такой широкий диапазон редко применяется, потому что у нас задействованы практически все финансовые показатели, которые возможны для оценки, да, и вклад жителей, и вклад муниципалитетов, спонсоров, так и не финансовые, а субъективные факторы. Как-то актуальность проекта, наличие средств и мониторинга со стороны жителей, как будет проект реализовываться, потом как им будут пользоваться, как он будет сохраняться. Все эти моменты, они у нас очень детально, скажем так, готовятся, прорабатываются до подачи заявки на конкурс, и это было очень отмечено. Давайте напомним, чем обусловлен такой скрупулезный подход? Ну, на самом деле, самый главный момент, это то, что у нас изначально проект был не про деньги, то есть у нас изначально проект был связан с тем, чтобы создать возможность для жителей инициативных, неравнодушных реализовывать свои проекты, подавать свои заявки. Он был поэтому передан в Министерство социального развития. А не финансов, да? А не финансов, да-да-да. Или там Министерство внутренней политики, знаете, как бы это самое. Но вот этот подход, подход вовлечения, подход участия жителей на всех этапах, он, собственно говоря, и был прописан в критериях, потому что критерии должны соответствовать целям. Кто-то работает в сфере финансов, да, и для них, естественно, наиболее важным показателем является финансовая. Мы работаем в сфере социальной. И, кстати, должен сказать, что экспертами неоднократно, как раз вот на этой научной конференции поднимался вопрос о том, что сейчас проекты перемещаются из плоскости такой территориальной, муниципальной, финансовой в плоскость социальную. В плоскость поддержки и работы с социальными группами. И здесь, я должен сказать, что в Кировской области есть чем похвастаться и есть о чем рассказывать, есть что демонстрировать. То есть пока они перемещаются, мы уже переместились. Да, на самом деле, можно так сказать, пусть это будет нескромно, но это на самом деле так и есть. И вот этот диапазон, тренды, которые там демонстрировались, мы должны просто признать о том, что в Кировской области они существуют, они могут изучаться. И вот Евгений Михайлович потом после этой конференции был еще на одном большом мероприятии, значимым, опять же, научным. Я подчеркиваю это потому, что в Россию переместилось не только, скажем так, пиар и такое информирование, знаете, вовлечение. А в России очень серьезно развивалась именно научная мысль. И в этом плане была презентация в МГУ. Ну да, я могу сказать, что это была открытая лекция для студентов экономического факультета МГУ с участием экспертов Всемирного банка и экспертов, приглашенных на Московский финансовый форум, специалистов по инициативному бюджетированию. И они делились со студентами в первую очередь, ну и преподаватели там тоже эконом-факультета присутствовали опытом. Ну, они хотели продемонстрировать, что такое, собственно говоря, сегодня партисипаторное или инициативное бюджетирование в разных странах, какое место в этом явлении, в этом процессе занимает Россия. И судя по глубине и качеству вопросов, которые потом студенты задавали, все это понятно, актуально, ну и важно сегодня. И практически используется. То есть, на самом деле, у нас достаточно рядовые граждане, даже в тех регионах, в которых инициативное бюджетирование может быть не так сильно представлено, мысли, связанные с участием населения, с вовлечением населения, с таким общественным контролем, она очень серьезно развивается. И, ну, в общем-то, мы здесь тоже, нам есть что сказать. А особенно после того, как мы побывали в Перми, провели 55 семинаров с Николаем Валерьевичем по участию. Плюс у Валерьевича, мы имеем в виду, еще один консультант. А вот, пообщались и посмотрели, как обстоят дела так, то мы готовы, наверное, еще более глубоко и широко рассказывать о том, что делать нужно, как сделать можно и, самое главное, чего делать нельзя. Можно, нельзя, нужно. Давайте об этом уже после небольшой паузы поговорим, собственно, о перспективах этого направления. 30 секунд, и мы продолжим. Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования, Евгений Дрогов, консультант. Мы продолжаем нашу беседу, итоги Московского финансового форума. И Михаил и Евгений там побывали. ППМИ как часть инициативного бюджетирования, безусловно, об этом сегодня говорим. Итак, куда все это движется? Михаил, Евгений. Еще, Михаил, я хотел бы по поводу того, что было сказано. Ты говоришь, что вынесены были на форуме 8 практик, рассказывалось о многих практиках, а у нас в Кирове реализуются. Две. Две, да? То есть ППМИ и народный бюджет? Народный бюджет, да. Нет, имеется в виду 8 практик не различных, по сути, а с учетом той специфики, которая присуща конкретным регионам. Но эти 8 практик в России ведь они все, да? В России, да. То есть тут 8 практик имеется в виду привязки к регионам. У нас две. Где-то одна. Где-то, может быть, больше даже. Но выделены были те, которые имеют уже достаточно большой опыт по времени, либо масштаб, либо отличаются от существующих или существовавших до недавнего времени. Например, вот таким... Я хотел как раз узнать, что это за практики, потому что мы знаем две. Интересно очень рассказывалось. Во-первых, напомню о том, что особенность практики Федерации в том, что большинство этих практик реализуются регионами. То есть на деньги, выделяемые регионами. Во всем мире практики, как правило, реализуются муниципалитетами. На те средства, которые есть в муниципалитетах. И в этом плане... У нас, видимо, в силу того, что в муниципалитетах с деньгами туго, приходится работать регионом. Нет? Ну, у нас действительно финансы выстроены таким образом, что передача средств регионального уровня на муниципальные, она, скажем так, очень серьезно датируется. То есть средств в муниципалитетах не хватает. Но наличие этих средств достаточно свободных для того, чтобы предоставить их инициативным гражданам, она дает очень серьезный импульс и толчок в нашей стране. Кировская область отмечена тем, что и вообще некоторые регионы реализуют такие практики, и некоторые, соответственно, не реализуют. Всего на сегодняшний день реализуют подобные практики порядка 50 регионов из 85. То есть порядка 35 еще не приступили к реализации подобных практик. И, соответственно, Кировская область отмечена как раз за то, что эти практики родились и были внедрены, скажем так, ну, я хочу сказать неравнодушно, но, наверное, они были очень основательно внедрены. То есть они были проработаны. У регионального правительства было и есть определенные цели и задачи и желания развивать инициативу и вовлечение граждан. У некоторых регионов этого нет. И когда я говорил о том, что говорилось о том, чего делать не надо, то говорилось как раз про то, что не надо реализовывать подобные практики, если, собственно говоря, нет желания или если это делается только ради того, чтобы дать денег. Вот хотите денег, поучаствуйте, будьте инициативными. Это, как правило, вливается в некую имитацию бурной деятельности, в фальсификации и в некий подход. Подмену. Подмену, да. И, на самом деле, потом даже проверить-то бывает сложно. Ну, было там собрание, не было собрание, есть желание, у населения нет желания. И Кировская область как раз была отмечена за то, что вот эта фальсификация, подмена и отсутствие имитации, оно лежало в основе проектов. В том числе участие нашего Офиса консультантов инициативного бюджетирования было отмечено как элемент, который повышает вот этот уровень доверия к проекту, уровень доверия со стороны правительства к гражданам, которые выдвигают инициативу, и со стороны граждан к муниципалитету и правительству. Несколько абзацев было посвящено нашему Офису в докладе Минфина. Да, этого мы не могли сказать сегодня. Там обезличено было или фамилии конкретно изучали? Нет, фамилии не было, но в разделе проект поддержки местных инициатив Кировской области отдельно об институте консультантов, скажем так, шла речь. Да, о работе самое главное, потому что многие регионы, на самом деле, не так много регионов используют работу консультантов. То есть считается, что это не, ну, скажем так, можно этого избежать. Об этом могут рассказать главы, об этом могут рассказать чиновники. Ну, чиновники, в общем, госслужащие, муниципальные служащие. Ну, кстати, надо сказать, что пять регионов, которые в разное время запустили у себя практики инициативного бюджетирования, были представлены на Московском финансовом форуме первыми лицами финансовых ведомств. Министрами финансовыми, да? Вот. Ульяновская область и Якутия. Ну, наш регион, к сожалению, вот спикером на форуме представлен не был, но я думаю, что в следующем году можно будет исправить такое положение. В следующий год мы пожелания высказываем вот туда, за окошечко, да? Да, вот напротив. В следующий год ведь у нас юбилейный будет по части ППМИ. Да, в 2009 году все начиналось, да. Будет, скажем так, отмечаться 10 сезонов реализации, потому что... Ну, и 10 лет запуска вообще самой идеи. И 10 лет запуска, да, потому что, по сути, мы считаем не только годами календарными, но и сезонами реализации, потому что первые самые работы, собственно, по созданию этих инфраструктурных проектов делались как раз в 2010 году. Ну, и, соответственно, по итогам 2009 года мы можем говорить о том, что 10 строительных сезонов, они будут завершены. И на самом деле это достаточно большой путь. И сегодня мы, когда разговариваем со многими регионами, которые находятся в начале пути, нас часто даже немножко не понимают, потому что мы говорим про моменты, про элементы, ну, скажем так, для них их будущего. То есть если они находятся на этапе вовлечения, информирования, ну, такого «давай-давай, надо сделать», то у нас уже в большей степени встают вопросы того, как это сделать качественно, как не допустить некачественного подрядчика, как проработать вопрос и решить достаточно сложную комплексную проблему. И в этом плане мы стараемся на сегодняшний день рассказать всем остальным, ну, вот, избежать тех ошибок, которые, ну, в том числе у нас могли быть на муниципальном уровне, и рассказать о том позитивном опыте, который у нас накоплен. У них сейчас этап, у многих, этап формирования доверия, если можно так сказать. Со стороны людей. Да, со стороны. Я узнал его и Женя. Этап формирования культуры диалога. Культура диалога и доверия как со стороны населения, которое, ну, конечным бенефициаром является, да, граждан, так и тех чиновников на региональном уровне, на муниципальном уровне, которые тоже должны в это поверить, чтобы, ну, делать так, как вот необходимо с точки зрения процедур, инструментов, чтобы получить тот эффект, который нужно, а не какой-то другой. Вот, и на этом этапе, на первоначальном, конечно, важно объяснить все эти механизмы, ответить на самые там острые вопросы, чем, например, там, подготовить максимально полную там заявку с точки зрения критериев. Да, возможно, там какие-то моменты будут не максимально использованы, но главное, чтобы качественно подойти к самим процедурам, к формированию сметной там документации на проект, вот, нежели там максимально вовлечь жителей, там, обеспечить какой-то большой вклад там и так далее. Хотя к этому все потом приходит само собой за несколько лет, вот это все нарабатывается как актив. На самом деле, вот, как сформировать культуру, самый большой вопрос. Ведь тиражировать культуру, это очень сложно, это невероятно сложно и... Примерами, примерами, наверное, в первую очередь. Абсолютно правильно, Володя. То есть, нужно показывать примеры, показывать примеры конкретные. Благодаря тому, что у нас там за плечами укаживают там по тысяче собраний, по тысяче таких кейсов, ну, не по тысяче кейсов, кейсов-то больше гораздо, то мы можем показать те риски, которые действительно на конкретном примере. То есть, вот там-то, там-то было такое-то собрание, было все очень живо, здорово и хорошо, но в результате не получилось. И почему? Потому что, и вот мы начинаем на этих примерах, когда показывать и рассказывать, у людей начинают, ну, как бы, складываться пазлы. Потому что, если просто людям рассказать о том, что нужно проводить собрание, да все знают, что нужно проводить собрание. Выйдем в наши ТСЖ, да, много ли проводят собраний-то? То есть, большинство форума это такая, очно-звучно, ну, подпишите, пожалуйста, в конце концов, дайте это самое бюллетенье и забудьте, мы за вас все сделаем. Да, так и есть. Подпишите подписной лист о том, что вы поддерживаете наш проект. Ко мне в Перми подходили, вы подпишите. Я говорю, конечно, подпишу. Как я не поддержу проект, там, условно говоря, в городе, там, матер. Только я тут не живу, да? Мои подписи-то вам-то что будет, какая польза-то? Мы дадим документы на конкурс. Я говорю, ну, отлично, но, собственно говоря, это не та форма, не те работы, не тот подход, который реально приводит к какому-то появлению хозяина на земле. То есть, а это на сегодняшний день, ну, такой путь интересный, многослойный. Ну, наш опыт, скажем так, участия в разном качестве, в запуске, в реализации проекта в других регионах, в нескольких человек, да, позволяет говорить о том, что вот эти механизмы, они универсальны. И неважно, там, богатый регион, не очень богатый, северный, южный, то есть, везде одинаково необходимо вот это все проходить. Иначе, ну, не получится. На этой неделе? Уже на этой, да? Да, уже на этой. В субботу мы с Сергеем Михайловичем едем в город Ноябрьск, Ямало-Невского автономного округа. Как раз нас просили пообщаться, как им делать инициативу. С сентября в Ноябрьск. Ноябрьск, ну, чтобы понимать, это количество денег на одного из жителей и количество в 10 раз больше, чем в городе Кирове. Обыча полезных ископаемых, безусловно. И на самом деле у них проблема. Проблема в том, как их тратить. Слишком много денег? Слишком много денег? Нет. Не знаю, что с ними делать. Там, наверное, не совсем правильное определение. Их слишком много никогда и ни у кого не бывает. Там своя специфика. Но вопрос приоритизации, куда тратить деньги, для них на самом деле оказался очень важным и больным вопросом. И вопрос готовности к тому, чтобы формировать те программы, которые нужны жителям, для них оказался очень большим и серьезным вопросом. А проще еще, Михаил, в чем там зарубы? Смотрите, я, условно говоря, глава, у меня очень много денег. В смысле, в бюджете много денег? В бюджете много денег. Я думаю, и у главы тоже, в конце концов. Но в данном случае это не важно. В данном случае не важно. Но ставится какая задача передо мной со стороны региона? О том, что эти деньги должны быть освоены. Ну, то есть, они должны быть, собственно говоря, в каких-то программах, в каких-то мероприятиях и в каких-то делах, собственно говоря, эффективно потрачены. Соответственно, что такое вопрос эффективно потрачен? Это ведь означает, чтобы, ну, потрачено так, чтобы ко мне вопросов не было, как в главе. И более того, ко мне должна быть благодарность, потому что я потратил туда, куда надо. А тогда, когда нет механизмов, технологий разговора с жителями, более того, есть боязнь разговора. Потому что, когда денег много, и тебе звонят, там, у меня лампочка перегорела во дворе, ну-ка, придите, быстро делайте. Люди бегут и делают, потому что денег-то много, нужно любой каприз удовлетворить. То боязнь это нарастает. И наличие технологий, которая позволяет выстроить эти отношения по расходованию средств, ну, скажем так, профилактически, то есть на будущее, оно оказалось очень серьезно востребованным в регионе. То есть Министерство экономического развития сразу же сказало о том, что давайте мы будем проводить такие проекты. И вместо того, чтобы судорожно, ну, скажем так, осваивать деньги, которые нам приходят от каких-то там инвестиционных проектов, налоговых поступлений и так далее, мы будем планировать наши расходы в соответствии с теми наказами, с теми подходами, которые будут формировать жители. То есть, собственно говоря, как раз инициативами. Конечно. И этот разговор-то, когда с жителями складывается, он автоматически приводит к тому, что жители начинают понимать. Потому что детская площадка на Ямале, это совсем не та детская площадка, которая даже самая лучшая, которую в Кирове можно сделать. Потому что только основание может равняться всей той детской площадке, которую мы здесь делаем. Да даже в детской площадке, нам пример там приводили на Крайнем Севере. 20 секунд реклама. 500 тысяч сама площадка, а чтобы ее установить по ГОСТам в вечную мерзлоту, надо 6 миллионов потратить на основание. То есть в 10 раз больше денег, чем на саму площадку. Но я все равно радуюсь. У них там все равно деньги есть. Это просто сложнее закопать землю, потому что там вечная мерзлота. Михаил Шевелев и Евгений Дрогов, представители Офиса консультантов инициативного бюджетирования. Продолжим через минуту. Давайте вернемся все-таки в наши регионы, поговорим о том, в каком направлении в нашей Кировской области будут проекты инициативного бюджетирования развиваться. Я тоже... Наверное, даже не сколько будут развиваться, а хотелось бы, чтобы они развивались там. Давайте сейчас продолжим беседу, которую мы начали в перерыве. Заговорили о необходимости расширения типологии, так называемой. Давайте я тогда скажу два слова. В Перми реализуется проект по закону. Это очень серьезные рамки. И у них есть закон об инициативном бюджетировании принят бюджетирование. И на самом деле мы бы хотели сказать о том, что... У нас есть пропаста тоже стояла. Стояла, но где-то на уровне проекта, по-моему. Это давайте в отдельной разочи обсудим. И на самом деле на Московском финансовом форуме была одна из мыслей в том, что что делать не надо, так это ограничивать эти рамки. То есть нужно максимально отдавать свободу муниципалитетам возможности реализации жителей на местном уровне в пределах тех полномочий, которые существуют. На сегодняшний день во всей России существует немало примеров, когда в рамках проекта можно реализовывать какие-то мероприятия. Эвент, как вы сказали. События, да. События. События. То есть проводить... Ну вот я говорю, в Талехарде было предложение там, а можно мы сделаем там городской выпускной. Ну как в Питере, Алая Паруса. Это очень классный момент, на самом деле, который позволяет формировать жизнь в конкретном месте, где мы живем. Это может достаточно серьезный импульс новый дать развитию инициативного бюджетирования. Кроме того, местные муниципальные полномочия, они имеют достаточно широкий геопазон применения. Часто он ограничивается. Ограничивается типологиями, например. То есть она у нас в нашем регионе постоянно развивается, увеличивается, но она все равно носит характер закрытый. И, например, ну не могут представители муниципалитетов реализовать какой-либо проект на территории школ. Даже если все родители и все односельчане за. Все за, да. Все за. Просто есть некие запреты и все, да? Да. Ограничение типологии. Ограничение, оно понятно, оно, в общем-то, где-то обосновано. Потому что, ну, территория школы, как правило, это закрытая территория, и все не могут пользоваться. Но там, где территория школы... Огорожено должно быть, по-моему, в законной территории. Но там, где территория школы является единственным местом для, ну, скажем так, социальной жизни, то, наверное, это имеет право на существование. Ну, речь идет о небольших населенных пунктах совершенно. Конечно. То есть, например, мы имеем в виду такие праздники, которые у нас там проходят регулярно. День села, например, да? Да. Когда собирается... Например, когда собирается... Тем более, на самом деле, в очень многих населенных пунктах у нас, вот там, где школа, там и почта, там и еще что-то, и вообще все. У нас сейчас еще некоторые события связаны с туристической привлекательностью. Ну да, вот эти праздники, которые в районах проходят. И появляться новые какие-то. Очень хорошие... Именно в рамках ППМИ? Более того, вот тут пример есть Твери, Тверской области. Замминистра финансов Иван Егоров, с которым мы хорошо знакомы, который начинал в Тверской области проект, и мы помогали на тот момент в команде Всемирного банка его запускать. Потом они восприняли через несколько лет обыд Кировской области и реализации проектов в городах крупных, да, тоже ввели. И вот он с прошлого года покинул свой пост и работает сейчас министром туризма и молодежи, по-моему, по делам молодежи. И он начал вот эти практики, опыт практик инициативного бюджетирования, которые он реализовывал на территории области для граждан, применять в своем ведомстве в новом министерстве туризма для туристических компаний. Поддержки инициатив предпринимателей, которые нацелены на развитие туризмов в своем регионе. Да, причем применяя те же самые инструменты. То есть мнение жителей, конкурс, заявки и так далее. И это здорово. То есть это вот тот путь, по которому можно пойти. Или, например, потрясающий пример, извиняюсь за тавтологию, Сахалинской области. Они реализуют проект для старшеклассников, когда молодые люди, им предлагается выбрать направление проекта, который могут вложиться в бюджетные деньги. И чаще всего это какие-то спортивные объекты. Здесь им дается круг какой-то, из чего можно выбрать. Вы знаете, интересный пример рассказала министр финансов Сахалина. Она говорит, вот мы начали проект реализовывать, начинаем с молодежью общаться, предлагать какие-то там спортивные корты, детские, спортивные площадки, спорткомплексы и прочее, прочее. Я, говорит, прихожу домой и сыну, которому 14 лет, задаю вопрос. Вот ты бы на что больше обратил, так сказать, внимание? За что бы ты проголосовал? За спортивную площадку, за хоккейный корт или еще за что-то? Или за игровой зону. И еще за что-то. А ее сын поразил. Он говорит, ты знаешь, говорит, мам, вот я бы вообще построил на вашем месте не спортивный объект, а дорогу вот в поселок, который от южа Сахалинска, очень трудно попасть. Он входит в город Сахалин, но затруднено коммуникацией с ним. Она говорит, а зачем? Он говорит, а у меня там друг живет. Я хочу к нему ездить на автобусе. То есть мы на самом деле не знаем, что на самом деле хочет молодежь. А это граждане, которые вот через год, через два будут обладать избирательным правом, будут решать, собственно говоря, судьбу и муниципалитета, где они живут, и всей страны. И опыт Сахалина здесь еще важен тем, что они ориентировались на Португалию в этой практике. Португалия в этом смысле вообще уникальна. Она небольшая страна, там отсутствует уровень регионов. Она унитарная и состоит из муниципалитетов. Причем муниципалитетов тоже не так много. Всего 128, по-моему, муниципалитетов. И у них на каждом уровне существует свой проект муниципалитетного бюджетирования. Есть проект для муниципалитетов, есть проект для молодежи, прототипом, ставший для Сахалинской области. И есть партисипаторное бюджетирование на страновом уровне, на государственном. Они жителям предлагают проголосовать за какие-то важные национальные проекты. То есть вот есть набор проектов, причем там сначала процедура их инициации, предложения. То есть, опять же, выслушиваются мнения жителей, да? Проработки, да. А потом формируется список, и люди посредством интернет-голосований, возможно, там каких-то других инструментов, механизмов, там в процессе выборов, каких-то референдумов тоже, может, они имеют возможность голосовать. Я не уточнял. Но они голосуют за эти проекты, которые потом реализуются уже для всей страны. Какой-то стадион новый, например. Или парк там, или национальный, или еще что-то. И это очень, ну, показательно, удивительно. То есть этот опыт, может быть, Португалии для нашей страны не совсем подходит. Но вот на уровне региона, мне кажется, это можно было бы реализовать. А что нужно для этого? Где что нужно поменять? Может, чтобы те же молодежные проекты появились в Кировской области? Политическая воля, я думаю, нужна. То есть ничего кроме? Ну, на самом деле, я как бывший школьный учитель, который недавно закончил карьеру. Бывших школьных учителей не бывает. Сосыгнул, да. Как бывших консультантов, наверное, тоже. Много общались, я думаю, что тут нужна действительно некая технология и поддержка. Потому что созданная именно технология в Сахалинской области, она позволяет, ну, во-первых, старшеклассникам объединяться и обсуждать. Второе, она дает возможность на какую-то определенную поддержку. Третье, ведь на самом деле, старшеклассники, это не просто наше будущее. Это, ну, те люди, которые, по сути, будут формировать вообще весь облик города. Если они будут его не понимать, если они будут считать, что он формируется неправильно, они будут, ну, собственно говоря, уезжать. И в данном смысле вовлечение их на наиболее раннем этапе в жизнь города дает нам очень шикарную возможность, собственно говоря, формировать будущий облик под тех людей, которые сегодня подрастают. Я хочу одну вещь сказать, которую мы очень редко замечаем. Сегодня впервые, наверное, в истории человечества сложилась ситуация, при которой мы учимся у молодых. Наши родители учатся у наших детей, потому что на самом деле пользование этим же смартфоном и так далее, кто, как мне, там, внук объяснит бабушке, как им правильно пользоваться и, собственно говоря, как с ним обращаться, даже в элементарной вещи. И сейчас вот это вот совершенно измененное сознание, когда раньше мы ведь чем-то старше, тем опытнее, тем ты больше знаешь, тем ты более влиятельен. Сейчас по-другому. Чем ты младше, ты больше знаешь. И, соответственно, ты более точно представляешь, как должен быть устроен твой мир завтрашнего. Если мы за ним не будем гнаться, не будем его угадывать, не будем ему соответствовать, то, соответственно, они завтра втажат встанут и скажут, а поеду-ка я. Туда, где лучше понимают молодежь. Очень важно, да, Женя, то, что поднял вопрос, и вот эта молодежная, как бы, составляющая, она абсолютно шикарная. Ну, на самом деле, непонимание того, что происходит в молодежной среде, как молодежь думает, почему она против чего-то протестует или что-то поддерживает, да, иногда вот архаические представления о том, как в социальных группах все это происходит, они накладывают отпечаток и на отношения, и на формирование повестки текущего дня и о продумывании того, что будет в будущем. И вот здесь, мне кажется, вот эти механизмы, которые в себе партисипаторное инициативное бюджетирование содержат, могут вполне себе применяться для расширения, скажем так, общественной дискуссии и применения этих практик совершенно по разным направлениям. — Но здесь дело в том, что для того, чтобы эта молодежная составляющая появилась, надо, чтобы кто-то ее инициировал. Вы готовы это сделать? Михаил? — Хороший вопрос. — Да, я посмотрел, ты как даже в лице изменился. — Инициировать-то, может, мы и могли бы, но... — У нас есть опорный вуз, который тоже молодежные инициативы поддерживает. — Я могу честно сказать, в Кировской области я не готов инициировать это движение, потому что я не ощущаю, не чувствую вообще, в принципе, понимания и поддержки со стороны правительства Кировской области в этом направлении. Да, есть какие-то отдельные действия, которые, собственно говоря, осуществляются администрацией Кирова, но это скорее дань общей федеральным трендам, нежели конкретная, планомерная, постоянная работа. — Нежели конкретная забота о молодых, которые здесь и сейчас живут. — Нет, я даже не про молодежь говорю, я вообще в целом говорю. — Вообще про ИП. — Время у нас завершается, мы тут страницу переворачиваемся. — Только самое интересное начали обсуждать. — Как всегда. — Да, и все-таки последний вопрос в честь десятилетия ППМИ. Есть желание, идеи, как этот форум у нас организовать некий? — Мы, насколько... Ну, не то, что мы, насколько знаем. Да, мы про это говорили, знаем, что есть служебная записка, есть принципиальное решение, которое принято правительством о проведении, может быть, даже международной конференции в Кировской области. По крайней мере, такая работа ведется, и мы очень надеемся. — В следующем году? — В следующем году. — Спасибо, Михаил Шевелев и Евгений Дрогов, наши гости, представители Офиса консультантов инициативного бюджетирования. На новости и тематические программы мы сейчас уходим и вернемся в 12.05. — Всего доброго.